Это утро в Петербурге, и этот год объявлен президентом России Годом Семьи, что в очередной раз напоминает о важности семейных ценностей и традиций. И уже в ближайшее воскресенье в Шереметьевском дворце состоится музыкально-поэтический концерт семьи Кузнецовых «Ленинградский диалог», где впервые будет исполнена академическая музыка легендарного композитора, заслуженного артиста России Владимира Преснякова-старшего. И у нас в гостях создатели проекта, собственно, исполнители Ирина Кузнецова, которая пишет под творческим псевдонимом «Паркер». Здравствуйте, доброе утро. И Александр Олегович Кузнецов. Здравствуйте. Доброе утро, Петрович. Доброе утро, хорошее. Рады вас видеть. Уважаемый ведущий. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, мы знаем, что Владимир Петрович записал специальное обращение в преддверии, собственно, концерта. Вот давайте посмотрим на экран и послушаем, что же он нам сказал. Ну, настал момент, когда я решил, что есть еще и другая серьезная музыка, которую принято называть академической. Вот это та музыка, которая скоро прозвучит в моем любимом городе Петербурге. А играть будут мои друзья, с которыми меня свела судьба. Вроде бы совершенно случайно, но ничего случайного не бывает. А вот что... Ну, настал момент, когда я решил... Что за случай вас свел вместе? Расскажите, вот так намекнул Владимир Плесняков. Ну, Владимир Петрович обратил внимание на классический репертуар Санкт-Петербургского оркестра саксофонов, художественным руководителем и дирижером которого является наш сын Игорь Кузнецов. В оркестре много солистов, и есть она и саксофонистка, и кларнетистка, Екатерина Кузнецова, это наша дочка, игрой которой Владимир Петрович тоже был также потрясен. И в продолжение знакомства именно с классическим репертуаром Владимир Петрович стал знакомиться больше и больше с нашим оркестром. Узнал, что мы являемся и помощниками главными, родители. Да, и помощниками администрируем, и курируем этот коллектив музыкальный. И также он увидел на страничке в соцсетях тем, что я интересуюсь поэзией, что у меня стихи... Решили совместить музыку. Да, да, что стихи о нашем любимом городе. И так у нас вот зародились первые ноты. А как музыка и поэзия взаимодействуют на концерте, вот интересно. Ну, у Владимира Петровича академические произведения, романтические произведения эллигического характера, они идеально сочетаются с картинами нашего города, с осенним Ленинградом, с весенним Ленинградом, с блокадным Ленинградом, где каждая улица, каждый дом позволяет почувствовать себя как в прошлом, так в настоящем, так и в будущем. Ну, имя Владимира Проснякова в основном мы знаем по эстраде, да, не все знают, что маэстро увлекается неоклассикой. На концерте прозвучит музыка из его альбомов «Ноктюрны», «Новеллы». И мы знаем, что Владимир Петрович прислал из Москвы посылку с нотными альбомами для фондов Музея музыки. Что это за ноты? Да, неоценимым... Скажите вкратце. Неоценимым подарком стали эти альбомы и... Новеллы, «Ноктюрны». Ага, собственно, это его произведения. Это его произведения. И еще один альбом. С автографами маэстро. Красно. Еще один альбом «Ноты для моего сына». Тоже здесь к каждому альбому прилагается диск. Это саксофонные ноты, да? Это фортепианные переложения тех песен, которые спел Владимир Просняков-младший. А, собственно, Владимир Просняков. И есть еще один альбом «Опус-55», тоже с автографом и с диском. Это популярные песни Владимира Проснякова-младшего, которые сыграл отец Владимир Петрович. Слушайте, какая преемственность все-таки, да? И в семье Просняковых, и в вашей семье. Прекрасно. Вот семьи настолько глубоко погружены в музыку, в творчество. Особенно это приятно в год семьи. Но вот у нас сегодня есть прекрасная возможность стать свидетелями премьеры. Расскажите, что мы услышим. Не рассказывайте, просто покажите. Я хотел бы добавить несколько слов. Знакомство маэстро с поэзией Ирины как бы вдохновило его не только на создание вот этого музыкального поэтического проекта, да, Ленинградский диалог, но и написание романсов на стихи Ирины. Вот давайте один из этих романсов мы сейчас и послушаем. Просим. Закатный отблеск небосклона Окрасил линии террас И переливом саксофона Меня коснулся легкий джаз И пробудилось на мгновенье Как в полыхающем огне Неосторожным вдохновеньем Воспоминание Во мне И сон оставленного лета За синей кромкою небес Лучами зимнего рассвета Запеленал Еловый лес Спасибо, спасибо огромное Ирина и Александра Кузнецовой в нашей студии с проектом «Ленинградский диалог». Желаем, чтобы все прошло удачно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.